Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и мы продолжаем наш разговор о садах в августе. В частности, август это лучшее время для того, чтобы позаботиться о наших садах с прицелом на будущий сезон. Обязательно подкормите свои растения правильно, и тогда они никогда не вымерзут у вас в зиму. Что же нужно внести именно сейчас для наших плодовых деревьев и кустарников? Самый важный элемент, который им сейчас необходим, это калий. Особенно нуждаются в нем наши яблони. Они выносят из почвы с каждым новым урожаем довольно много этого ценного макроэлемента и нуждаются в ежегодном его пополнении. Второй важный элемент, необходимый растениям в августе, это фосфор. Вместе они помогают деревьям и кустарникам остановить рост, одревеснеть и подготовиться к зиме. Они помогают растению повысить устойчивость к болезням, к холодам, к морозам. Поэтому обязательно подкормите в августе, не откладывая в долгий ящик свои деревья, кустарники, свои растения, комплексным калийно-фосфорным удобрением, либо внесите их по отдельности. Что можно использовать для подкормок? В первую очередь это сульфат калия, либо другие его формы, например, комплексные удобрения монофосфат калия. Здесь калий соединяется вместе с фосфором и, применяя его, вы одновременно вносите и тот, и другой макроэлемент, то есть экономите свое время. Для подкормки фосфором можно использовать суперфосфат, простой, либо двойной. Суперфосфат сам по себе очень плохо растворяется, поэтому его можно растворить предварительно в горячей воде, либо внести сразу в почву, если у вас деревья держатся с чистыми приствольными кругами, и заделать в нее граблями. Под воздействием почвенной влаги суперфосфат постепенно растворится и пойдет в зону корней обитания. Но, пожалуй, самый эффективный способ быстро донести удобрения растению в нужные места – это внекорневое внесение. Для этого можно использовать такие растворимые удобрения, как кристаллон, эколист, комплемет и другие. Обязательное условие – в этих удобрениях должно быть минимальное содержание азота. Дело в том, что азот в минеральной форме – нитратный или нитритный, или аммиачный, аммонийный. Он очень хорошо усваивается растениями и провоцирует активный рост. Деревья и кустарники не могут остановиться и, как следствие, не подготавливаются к зиме и часто подмерзают. Поэтому внимательно читаем инструкцию. Используем удобрения только проверенных марок, где четко прописан состав, какой элемент туда входит и в какой конкретно форме. И в каком, конечно, содержании. Например, кристаллон коричневый содержит всего 3% азота. И этого более чем достаточно растению, чтобы завершить свой сезон правильно. Как нужно вносить удобрения? Во-первых, конечно, это при помощи полива. Растворяем 150 г суперфосфата и 300 г сульфата калия в 5 ведрах воды. И вносим это под каждое плодоносящее дерево. Особенно важно подкармливать те яблони, которые перешагнули уже 7-летний рубеж. Для них подкормки жизненно необходимы. При внесении удобрений почву немного готовим. Либо прокапываем небольшие бороздки, как мы уже рассказывали в одном из наших сюжетов. Либо дырявим газон, если у нас сады под задернением. Либо, как я уже говорила выше, используем внекорневое внесение. Данный способ удобен, если у вас деревья низкорослые и их немного. Еще важным элементом ухода за садом осенью является своевременный полив. Так называемые влагозарядковые поливы необходимо проводить уже сейчас. Особенно, если климат у вас засушливый. Либо давно не выпадало дождей. Это также поможет дереву хорошо подготовиться к зиме. Замечено, деревья с хорошим влагообеспечением даже в суровые зимы подмерзают значительно меньше по сравнению с теми, которые испытывали дефицит влаги, у которых осень была засушливая, сухая. Поэтому заботимся о перезимовке уже сейчас, в августе месяце. Итак, для того, чтобы гарантированно уберечь свой сад от подмерзаний, обязательно подкормите свои плодовые деревья и кустарники препаратами-удобрениями калия. И, конечно, лучшая форма будет сульфатная либо монофосфатная. Не используйте для плодовых деревьев и ягодников хлоридные формы калийных удобрений, типа хлорида калия, сельвенито, калийной соли. Дело в том, что регулярное применение этого удобрения приводит у растений к отравлению, особенно чувствительно к хлорным формам удобрения, малина и яблоня, кстати. Поэтому тщательно выбираем удобрения для подкормок. Только в таком случае ваш сад будет здоров и готов к перезимовке. Кроме того, именно в августе завершается формирование цветковых почек. И подкормки сейчас, комплексные подкормки калием, фосфором, а если еще будут различные микроэлементы, типа молибдена, медий, цинка, бора, они поспособствуют тому, чтобы эти почки сформировались полноценно. И, соответственно, вас весной будет ждать красивое, пышное, обильное цветение. Поэтому подкормите свой сад в августе, позаботьтесь о том, чтобы он перешел в новый сезон, хорошо подготовленным, одревесневшим. И тогда хороший урожай вам в следующем году гарантирован, и вы спасете ваш сад от подмерзания. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok